Добрый вечер! Добрый вечер! Что форум дает Оренбургской области? Престиж, реальные проекты, культурный обмен. Номера для голосования вы будете видеть на экранах ваших телевизоров во время всего эфира. Ирина Михайловна, Сергей. Завершен наверняка самый грандиозный по масштабу и количеству участников международный молодежный форум Евразия Глобал. Давайте подведем общие итоги. Какой он был этот форум? Сколько приехало участников и из скольких стран? Удалось ли собрать в Оренбурге представителей всех континентов нашего земного шара? Кто начнет? Я думаю, Ирина Михайловна начнет. У нас действительно все получилось так, как мы планировали. Было у нас почти 800 участников из 108 стран. И это действительно все пять континентов. То есть слово «глобал» оно так оправдано, потому что мы уже давно не только евразийская история. И 80 российских регионов также прислали своих участников в Оренбурге. Поэтому все планы по географии и по количеству участников мы выполнили. Отлично. И есть ли отличие форума этого от предыдущего? Большие, а не малые в темах, в программе. В чем отличие? Ну, надо сказать, что этот форум вообще в корне отличается от тех, что были до этого. Во-первых, мы уже сказали, что это теперь Евразия глобал, и мы принимаем ребят со всех континентов. Во-вторых, у нас появился второй рабочий язык. Наверное, вот те, кто следит за историей форума, помнят, что раньше это был форум для тех, кто говорит и думает по-русски. И, конечно, это в некотором роде ограничивало возможности ребят к нам приехать. А теперь у нас мы открыты. Два рабочих языка позволяют при нынешнем развитии техники синхронного перевода совершенно спокойно ребятам общаться. Поэтому коренным отличием было то, что мы теперь, во-первых, открыты для всех. А во-вторых, тоже, наверное, заметили те, кто такой же фанат Евразии, из названия форума ушло слово образовательное. Ну, потому что если быть до конца откровенным, ну, невозможно за 4 дня кому-то чего-то научить, особенно учитывая, что уровень участников и их подготовка тоже растет. Главная цель теперь Евразии – это главная международная коммуникационная молодежная площадка страны. Главное – это общение, это диалог, это выработка новых решений. Поэтому вот именно под эту задачу было все заточено. И именно на это работал в этом году форум. Программа форума состояла из деловой и творческой части. Вот можете поподробнее рассказать об этих частях форума? Может быть, что-то еще я упустил? Вы смотрите на меня. Действительно верно. Деловая и творческая часть. Ирина Михайловна затронула уже про деловую часть форума. Я могу отметить, что в этом году она была очень насыщенная. У ребят практически не было свободного времени, которого они всегда просили больше, чтобы пообщаться. Но деловая программа была выстроена так, чтобы участники могли пообщаться. Это интерактивные площадки, творческие площадки. Это свободный диалог, где они как раз могли пообщаться, поближе познакомиться. Но и творческая часть, конечно же, творческая, спортивная. Мы ее называем культурно-досуговой, за которую отвечала Оренбургская область. Это, естественно, две наших замечательные, шикарные церемонии. Церемония открытия форума, церемония закрытия форума. В один из вечеров это был вечер спорта. Мы ее назвали «Битва титанов», которая проходила на базе спортивного комплекса Олимпийский, где ребята еще больше сплотились. В спортивном азарте провели вечер. Им понравилось. По отзывам участников мы впервые опробовали такой формат. Это огромные большие надувные батуты. Это спортивный квест по станциям, где ребята участвовали не только в личных зачетах, но и в командных зачетах. И экскурсионная программа форума. Во второй раз, в 2018 году, мы начали проводить экскурсионный блок, где участники из других регионов и иностранцы смогли почувствовать всю культуру, российскую культуру, пообщаться с молодежью в муниципалитетах. И экскурсионная программа включала в себя четыре направления. Это Солилецк, город-курорт наш. Второе направление – это Шарлыкинский район, родина героев. Третье направление – это немного затронули Оренбургский район и Беляевский район, посетили заповедник Оренбургский. И Сорокташский район, родину Виктора Степановича Черномырдина. В рамках экскурсионной программы проходили интерактивные творческие мероприятия, встречи, знакомства, обсуждения с молодежью муниципальных образований. Наша задача была втянуть в работу форума не только форумчан, как мы их называем, но и нашу молодежь, молодежь Оренбургской области. У нас это получилось, несмотря на различные обстоятельства. Мой автобус бывал в пути, сломался, тут же заменили. Участники с юмором к этому подходили. Они понимают, что всякое бывает. Но экскурсионные программы, встречи муниципалитетами, конечно же, все вот такие неприятные моменты сгладило, потому что там ребята были вовлечены полностью от и до. То есть то, что Ирина Михайловна в предыдущих программах говорила, о такой задумке, она удалась. И получается, что участники форума не ограничены именно приехавшими сюда участниками официальными, а поучаствовали ребята и молодежь близлежащих районов на Оренбурге в процессе этих экскурсий. Интересно, спасибо. Отличным деловой программой, вот про деловую программу вернемся, явился новый формат. Это программа 2.0. Что это за формат? Как он сработал в самой программе форума? В пределах форума расскажите. Ну, действительно, впервые была внедрена программа, как мы ее называем, 2.0. Это по результатам нескольких лет участники давали обратную связь, что они хотели бы выступить в качестве спикеров, у них есть идеи, у них есть предложения, у них есть выступления, потому что они едут с ними, они готовятся. И была внедрена эта программа, где каждый участник мог спокойно подать заявку на участие в той или иной панельной дискуссии, в деловой программе в формате встреч. Ребята хотели встретиться, искали партнеров каких-то, в том числе и по бизнесу, и по культурным мероприятиям с других регионов. Либо иностранцы искали связь с соседствующими регионами, молодежь с соседствующими регионами. И программа была выстроена полностью интерактивно. На площадке форума стояли интерактивные панели, где каждый участник по своему бейджу мог подойти, найти контакт и записаться, участвовать в той или иной панельной дискуссии, встречи и так далее, выступить со своим выступлением. Это удалось. Было подано 120 уникальных предложений от участников, в каких темах они хотели бы выступить и в каком качестве. Всегда, наверное, понятнее будет на примере. Вот одна из участниц из Турции, она глава крупного ивента агентства в Анталии, вот заявилась с такой темой «Городские праздники и городские общественные пространства». Но мы знаем, насколько сейчас в рамках национального проекта это актуально в России. Мы тоже обсуждаем, да, как сделать общественное пространство, как сделать жизнь горожан интересней. Ну, и оказывается, такая же проблема стоит и в Анталии. То есть она заявила, и к ней пришло более 60 участников, которых тоже интересовала эта тема, и они вместе искали вот ответ на этот вопрос. Ну, это такой вот реальный пример, чтобы было понятно, как именно это все происходило. Хорошо, давайте вернемся к разговору после короткой рекламы. После рекламы не переключайтесь, у нас еще есть два звонка от телезрителей. Не переключайтесь, мы ненадолго. Оставайтесь. Это программа «Обратная связь». Мы продолжаем разговор в нашей студии об итогах международного молодежного форума «Евразия Глобал». И напоминаю, у нас в гостях исполняющий обязанности директора Департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Астанина и председатель молодежного правительства Оренбургской области Сергей Дужников. У нас есть телефонный звонок. Представляйтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня будет два вопроса, касающихся Евразии. Как подать проект на участие в грантовом конкурсе на Евразии и обязательно ли проект должен быть международного характера? Спасибо большое. Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос. Как на всех форумах, которые проходят в России, подаются заявки на гранты через систему информационную «Молодежь России», именно там они размещаются, поскольку «Росмолодежь» является оператором этого грантового конкурса, и правила устанавливают именно они. Совершенно необязательно, чтобы проект был именно международным, и мы об этом, наверное, скажем чуть позже. Наша оренбурженка, которая выиграла самый большой грант, у нее проект называется «Индивидуальное кафе студентов» или «Икс», как она сама его назвала, и он рассчитан исключительно на оренбургскую молодежь, находиться будет в госуниверситете и будет открыт для студентов других вузов. То есть вот вам пример того, что проект может быть и регионального, и даже городского масштаба. Спасибо. У нас еще один звонок, не забывайте представляться, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Карина. Скажите, пожалуйста, в следующем году будет юбилей на Евразии. Будут ли какие-либо изменения или новшества? Обязательно будут! Мы, может быть, еще не можем точно сказать, какие, потому что когда мы расставались с нашими московскими коллегами из Росмолодежи, то договорились, что уже буквально в конце сентября мы встретимся и будем как раз обсуждать, какой будет Евразия Глобал 2020. Но уже говорил Сергей о том, что мы активно прислушиваемся к мнению молодежи и наверняка будем опираться на те идеи, которые будут предлагать ребята. Поэтому и у вас есть шанс тоже предложить что-то новое для следующей Евразии. Спасибо, Ярош. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что вы можете позвонить и поделиться мнением, либо задать вопрос по телефону 43 45 07 в нашу студию. Вернемся к разговору. Вот еще одна форма работы была, форма медийные встречи. Медийные встречи были с региональными представителями, гостями и федерального уровня гостями. Вот расскажите об этом. Как много было гостей, какие они были интересные. Вы много видели уже сюжетов, читали и в интернете. Вот расскажите теперь. Да, с глазами и ушами очевидцев. Действительно было 4 медийные встречи и темы в принципе тоже были поданы самой молодежью. Одна из медийных встреч касалась глобального молодежного сотрудничества. И в ней участвовали руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и исполняющей обязанности вице-губернатора Оренбургской области Олег Димов. Был очень действительно серьезный разговор об молодежном сотрудничестве. Зачем оно, для чего оно, как стать каждому частью этого процесса. Зачем оно Оренбургу, в том числе Оренбуржью, как региону. И как оно видится вот из Москвы. То есть достаточно была интересная встреча. Но безусловно нельзя не назвать встречу с Марией Захаровой, которая побила все буквально временные рекорды. И вместо полутора часов продолжалось 2 часа 10 минут. И участники, казалось, вообще забыли про то, что существуют обеты и какие-то другие там проблемы. Потому что все были буквально вот заряжены на этой встрече. Там как раз речь шла об информационном современном пространстве, о мире России, в этом вот международном информационном потоке. И еще было две совершенно тоже потрясающие встречи. Одна из них была посвящена глобальному рынку труда и тому, что происходит сегодня с профессиями. Какие из профессий сегодня есть, а завтра их уже не будет. И наоборот, какими будут профессии будущего, которых еще сейчас нет. И как сориентироваться молодежи, получая образование. И на эти сложные вопросы отвечал представитель агентства стратегических инициатив, автор атласа будущих профессий, то есть специалист, который вообще понимает, о чем он говорит. И еще одна очень интересная тема, это о том, как современные технологии меняют мир. И как все происходит с цифровым пространством. И то, что вчера казалось для нас фантастикой, сегодня уже рутина. И кто двигает эти процессы? А двигает их именно молодежь, мы же это понимаем. Поэтому медийные встречи, это были такие центральные события дня, которые задавали тон, повестку всей остальной программе. Ну, вы говорите, даже забывали, ребята, об обедах. А бытует мнение, что молодежи ничего не надо, ничем она не интересуется. Это напрочь опровергает все эти доводы, эти встречи. И вот эта жажда информации, запрос на эту информативность. И с точки зрения международного положения, и с точки зрения атласа труда. Атлас профессий. Атлас будущих профессий. Атлас будущих профессий, да. Есть такая книга. Смотрите, одной из значимых программ форума, еще у нас были грантовые проекты, да, прошли. И я предлагаю посмотреть сюжет Анны Немых, вот об этой части работы Евразии Глобал. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Этот зал оказался слишком мал для всех желающих. Сегодня здесь больше десятка представителей разных стран. Великобритания, Америка, Армения, Чехия, Индия. Иностранные студенты готовы презентовать свои проекты. Ван Лок из Вьетнама предлагает с помощью российских специалистов решить одну из главных проблем страны – быстрого роста детской заболеваемости. Во Вьетнаме по цифре в 2018 году у нас есть 7 миллионов детей до 5 лет. Около 2 миллиона детей – это заболевание рахита. Дефицит врачей. У нас участковых врачей в районе пока нет. Его проект называется «Умные родители – здоровый ребенок». На средства от гранта ван Лок планируют записать несколько видео, в том числе и с российскими врачами, где специалисты расскажут, как уберечь вьетнамских малышей от страшных болезней. Оксана Евсина из Чехии. На грантовый конкурс привезла проект к 9 мая. Фестиваль-концерт «Жизнь прекрасна». Поскольку в Чехии ситуация у нас такая, что немножечко начинают люди забывать, благодаря кому мы здесь, сейчас хотели бы охватить и представить этот проект в Чехии большему количеству людей. Оксана Евсина признается, идею большого праздника к 75-летию Великой Победы в Чехии не получила широкой поддержки ни у правительства, ни у местных жителей. Но девушка не сдается. Уже удалось согласовать время проведения концерта. Теперь хочет получить грант, чтобы привлечь как можно больше участников. А это уже площадка для защиты российских проектов. Алина Просолова презентует проект «ОНКО». Население, к сожалению, очень плохо знает о определении у себя этого заболевания на ранних стадиях. В нашем проекте опирается на макеты того, как развивается опухоль, на макет человека, как его определить на теле, наружно, внутри, подкожно. Пока для участия в грантовом конкурсе допущено около 100 работ. Остальные проходят проверку. Лучшие проекты профинансируют из двух источников – фонда Горчакова и от Росмолодежи. Максимальная сумма гранта составит 3 миллиона рублей. Имена победителей станут известны 16 августа. Это программа «Обратная связь». Мы продолжаем в нашей студии говорить об итогах Международного молодежного форума «Евразия Глобал». Я напоминаю, у нас в гостях исполняющие обязанности директора Департамента молодежной политики Оренбургской области Ирины Астанина и председатель молодежного правительства Оренбургской области Сергей Дужников. Итак, конкурс грантовых проектов, победители которых могли получить реальные гранты для воплощения своих задумок. Расскажите, какое количество было участников заявок на этот конкурс и расскажите, может, о географии победителей. Уже подведем итоги, раз уж 16 число, как сказали, прошло. Ну, если говорить о грантах Росмолодежи, то на конкурс было подано 70 заявок от российских участников по 9 направлениям, то есть по всем направлениям, грантовым направлениям, которые разыгрывает Росмолодежь, ребята приняли участие в 7 номинациях. Это и студенческие медиа, инициатива творческой молодежи, и профилактика негативных явлений. Из 70 заявок 12 проектов было подано на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Если говорить о географии, от Сахалина до Крыма получили гранты, то есть есть гранты из ребята, которые выдали из Сахалинской области, из Республики Крым, Московской, Челябинской, Псковской области. Ну, наша Оренбурженка выиграла тоже грант Любовь Долженкова, как Ирина Михайловна уже говорила, интеллектуальное кафе для студентов, X она его обозвала, самый большой грант, 1 миллион 200 тысяч рублей, она получила на реализацию своего проекта. Суть проекта может быть и прост, но в нем закладывается очень-очень много смысловых нагрузок для студентов. То есть это кафе, который будет располагаться в Оренбургском госуниверситете и рассчитан не только на студентов госуниверситета, но и на всю молодежь города Оренбурга, Оренбургской области, которая захочет его посетить. В рамках этого кафе ребята будут проводить и интеллектуальные поединки, и различные соревнования по настольным играм, в том числе с использованием VR-очков, то есть современные методы, конечно же, мастер-классы, поединки, проектные выступления, от слов к делу. И важная особенность, наверное, что они там хотят рассказывать об опыте участия оренбургского молодежи в грантовых конкурсах, о победителях, с какими проектами они выиграли, как они писали проекты. Это очень важно сейчас, потому что грантовых конкурсов у нас действительно сейчас очень много, и не все знают действительно, как туда подать заявку, что для этого необходимо сделать, на какой ресурс элементарно зайти. И главной задачей они для себя ставят именно популяризацию грантовых конкурсов в России, и это на самом деле очень здорово. Ясно. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу. И у нас еще один есть звонок от телезрителей. Не кладите трубочку, дождитесь нас, пожалуйста, не переключайтесь. Это программа «Обратная связь». Мы продолжаем в нашей студии говорить об итогах Международного молодежного форума «Евразия Глобал». И у нас есть звонок. Мы слушаем вас. Представляйте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я звоню из Сорочинска. Знаете, какой вопрос? Вы сейчас говорили про профессии будущего. Хотелось бы узнать, на кого все-таки идти учиться, кто у вас требован будет в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, наша передача немножко про другое сегодня. Поэтому я бы вам просто посоветовала зайти на сайт Агентства стратегических инициатив и посмотреть атлас профессий будущего, потому что в двух словах я, конечно, могу сказать, что все, что связано с цифровыми технологиями, с программированием, с биомедициной, с робототехникой, то есть все, что нацелено на новые технологии, новые материалы, безусловно, будет в ближайшее время очень востребовано. А, например, какие-то профессии типа почтальона будут выходить в прошлое. Но вообще это очень интересная история. Почитайте атлас, он написан прекрасным языком и действительно стоящая книга. Спасибо. Давайте вернемся к географии победителей грантов, грантовых проектов. Поговорим о зарубежных ребятах, ребят иностранцев. Сколько у них было победителей, сколько заявочек, можете рассказать? Ну, наверное, нужно сразу отметить, что Евразия – это единственный форум в России, на котором иностранные участники тоже могут получить гранты. И все это благодаря поддержке форума фонда публичной дипломатии имени Горчакова, потому что они имеют такую возможность, и они уже регулярно на Евразии это делают. Больше 100 заявок было на этот конкурс, ребята представляли 24 страны, и вот здесь как раз было важно, чтобы все проекты в той или иной мере были международными и были направлены на публичные истории. И поэтому 9 победителей, 9 грантов на разные суммы, и действительно очень разные страны. Один из самых больших грантов получил молодой человек из Афганистана, и это российско-афганский молодежный форум, на котором ребята будут обсуждать, что наши страны объединяет, а что нас на сегодняшний момент разъединяет, и как сделать, чтобы первого было больше, чем второго. Например, проект из Индии, который был поддержан замечательно совершенно девушке Ирины Малышевой, это конкурс эссе «Слышу о России». То есть что сегодня ребята слышат о нашей стране, и насколько это соответствует действительности. Еще один очень интересный, на мой взгляд, проект Марка Антич из Сербии, он, кстати, с Марией Захаровой достаточно много на медийной встрече общался, и мне кажется даже, что он свой проект отчасти вот оттуда идею подчерпнул, потому что там шел разговор о том, что Сербия сегодня хочет руководствоваться своими национальными интересами и строить отношения и с Евросоюзом, и с Россией. А Евросоюз немножко по-другому формулирует, или с Евросоюзом, или с Россией. А, собственно, почему? Если мы говорим о международном диалоге и о том, какую политику ведет Сербия, то почему бы не делать именно и, и те, и другие? Почему вот этот выбор и целую страну, я уж не говорю, что молодежь в этой стране, а целую страну ставить перед выбором? Поэтому вот Марка тоже получил грант на как раз вот реализацию своего проекта «Сербия. Точка соединения Евросоюза и России». Вот такая интересная у нас там случилась история. Поэтому и Армения, и Киргизия, и Казахстан, и Великобритания, то может сложиться такое впечатление у наших телезрителей, что только там странно бывшего СНГ Индию я уже упоминала. То есть вот 9 участников из разных стран, и все их проекты направлены на то, чтобы выстроить коммуникацию между молодежью их стран и российской молодежью. Отличался ли конкурс на получение грантов в прошлом году и в этом? Есть какие-то отличия, новшества, раз он так глобал теперь стал? Что-то добавилось? Денег добавилось, стало больше. Денег добавилось. Если говорить по грантам Росмолодежи, то в этом году был принципиальный подход. Ребята, которые хотели попасть на грантовый конкурс, защитить свой проект, они обязательно должны были свой проект зарегистрировать в АИС «Молодежь России». У меня был вопрос о ярких проектах, но вы уже его рассказали. Самые яркие проекты зарубежные, а яркие проекты наши, российские, можете вспомнить так сразу? Ну вот, если говорить о проекте, конечно же, самый большой грант, самую большую сумму – это Любовь Долженкова, конечно же, со своим проектом. Самый большой грант она получила. Один из самых ярких проектов. Были проекты и по созданию аудиокниг, и для незрячих людей. Достаточно интересный проект, направлен как раз-таки на профилактику, то есть на добровольчество. Были проекты и по арт-гостиной «Чердачок», сейчас создание неких арт-квартельников, арт-гостинах, очень популярных в молодежной среде направлений. И таких проектов было даже несколько. Вот один из них, самый яркий, получил грант на реализацию. Ну, соответственно, ребятам, вот вы как изначально сказали уже, что бытует мнение, что молодежи не очень интересно работать и так далее. Но, тем не менее, проект «Ликбез молодого управдома» получил тоже грант, где ребята хотят заниматься сферой ЖКХ, вникать в нее и помогать не только молодому, но и старшему поколению разбираться в этой кропотливой теме, как ЖКХ. Вот, это такие вот интересные проекты, которые были поддержаны. Послужил ли форум некой точкой отправной, началом каких-то новых форм работы с молодежью местной, то есть региональном уровне или, может быть, даже на федеральном уровне? Вот что-то из этого форума вылилось в новый формат работы у вас в департаменте или для правительства? Что-то такая интересная задача или интересный проект для дальнейшей вашей работы неформной? Ну, мы для себя всегда черпаем с больших форумных площадок, конечно же, какие-то новшества, новые идеи, которые мы потом делаем на своих форумах. Соответственно, следующий наш форум «Рифей» естественно очень интересная получилась штука, именно интерактивная программа. То есть интерактивные вещи какие-то, я имею в виду мультимедийные, цифровые, которые нам стоит попробовать, и даже есть уже потенциальные партнеры у нас в Оренбурге, которые занимаются такими современными интернет-технологиями. Мы с ними уже вышли на контакт и планируем в этом году наш ежегодный молодежный референдум, который мы проводим, провести в более современном, оцифрованном формате. Потому что форум еще раз показал, что это более востребовано сейчас среди молодежи, и мы хотим это, естественно, попробовать, внедрить. Я думаю, у нас это получится. И на своих форумных площадках, естественно, я уже говорил, форум «Рифей», мы, естественно, будем черпать что-то новое, интересное для молодежи на нашем региональном форуме. Если говорить про программу 2.0, она впервые была опробована на форуме Евразия Глобал. У нас мы уже по этой программе работаем, если говорить программа 2.0, там точка Оренбург, мы уже работаем ежегодно после форумов наших региональных, мы собираем обратную связь от ребят, и от них в первую очередь хотим услышать, что бы они хотели видеть на следующем форуме, на следующей площадке. И у нас это получается. Действительно, мы стараемся подбирать тематику наших форумов, ту, которая интересна сегодня оренбургской молодежи. Очень высокую оценку работы волонтеров дали в прошлом году участники и организаторы. Вот в этом году я знаю, что набор волонтеров крайне отличался от того, что было в прошлом году. И добровольцы отбирались уже со знаниями языков соответствующих делегаций. Вот на ваш взгляд, оправдался ли такой отбор, и справились ли ребята, волонтеры, добровольные помощники в этом году? Ну, они, безусловно, справились с поставленной задачей. Действительно, если мы уже в прошлом году начинали пробовать и приглашали небольшое количество волонтеров и из других российских регионов, и в том числе из стран, ну, тогда еще ближнего зарубежья. Вот у нас это... А в этом году уже, наоборот, наши оренбургские волонтеры участвовали в этом деле и составляли меньшую часть волонтерского корпуса. Все остальные ребята были те, кто приехал. Нам их пришлось собирать за неделю, специально обучать, причем знакомить их с городом. Вот, и, конечно, ну, как это бывает, то, что связано с иностранными языками, с общением. Здесь ребята все отлично отработали, у них не возникало никаких сложностей, даже учитывая, что у нас в этом году среди участников были ребята с ограниченными возможностями, маломобильные, ну, и эту задачу решили. Но с некоторыми вещами, ну, очень сложно понять, когда... Понятно, человек не знает города, и когда-то вы спрашиваете, где вы едете? Где-то в лесу. Ну, понятно, что если бы был наш оренбургский, он бы сказал, едем по Объясной, проехали там вот это место, еще что-то. А здесь человек не знает территории, поэтому, ну, вынужден там обращаться или к водителю, или еще куда-то. То есть, конечно, были определенные сложности, когда ребята не местные, им тяжело ориентироваться на... вот во всех наших оренбургских хитросоплетениях. Но еще раз повторюсь, они справились и тоже получили очень высокую оценку от участников, когда мы обрабатывали обратную связь. У нас осталось меньше двух минут. Давайте подведем итог. Вот достигнули ли были цели и поставлены задачи перед форумом? Есть ли оценочные осуждения, например, как Росмолодежи, так и, может быть, даже самих ребят? Какие-то оценки форума есть? Давай с ребят начнем эту историю. С ребят, ну, да, приключилась замечательная история. Ребята, один из участников создал телеграм-канал, где собирал отзывы участников по каждому мероприятию, по каждому приему пищи, по каждому отбою. Вот, и действительно, обратная связь от них мы получили очень хорошую по итогам форума. Вот, если говорить, самая маленькая оценка, которую они дали, 8,4, если брать среднее, 9,1 по 10-бальной шкале. Ребята дали вот обратную связь по организации форума. Это включает в себя и деловую программу, и транспорт, и питание, и культурно-досуговую программу, и волонтеров. То есть проживание, размещение. Все это включает в себя. Действительно, такой интересный получился опыт, когда они создали свой телеграм. Мы даже пытались найти того человека, который провел действительно огромную работу, и получили от них хорошую обратную связь. Это очень радует. Ну, а если говорить об оценке руководства Федерального агентства по делам молодежи, они обратились к временно исполняющему обязанности губернатора, и Денис Владимирович услышал их желание и дальше продолжать проводить форум у нас в области, и поддержал эту идею. Я так понимаю, что если бы было плохо, не хотели бы остаться и дальше у нас. Поэтому мы для себя это ставим как действительно высокую оценку. Надеемся на продолжение нашего партнерства. И, как я уже говорила, буквально в сентябре, через пару недель ждем сюда коллег, для того, чтобы обсуждать перспективы развития форума. Спасибо. Давайте мы сейчас подведем краткие итоги интерактивного голосования. Что форум дает Оренбургской области? Престиж, реальные проекты, культурный обмен. 45% у нас проголосовало население за реальные проекты, 19% за престиж и культурный обмен 36%. То есть населению нужны реальные проекты, ну вот как раз и видите, наша землячка выиграла грант. Самый большой приз. Самый большой грант, да. Значит, на населению это все востребовано. Уважаемые телезрители, спасибо за ваше мнение и благодарю наших гостей за участие. Сегодня о самом грандиозном молодежном мероприятии лета нам рассказал исполняющий обязанности директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Астанина и председателем молодежного правительства Оренбургской области Сергей Дужников. На этом мы с вами прощаемся. Желаю вам всего хорошего. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова